Турция призывает Россию создать каналы военной связи для предотвращения авиаинцидентов, подобных произошедшему с бомбардировщиком Су-24. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр страны Ахмед Давут-Углу. Политик напомнил, что турецкие самолеты не нарушали воздушного пространства России и ни в чьем воздушном пространстве они не целились в российские самолеты. Вместе с тем, по его словам, были нарушены воздушные границы Турции. Цитируем, после трех допущенных нарушений в условиях, когда у наших границ идет война и продолжаются потоки беженцев, мы не могли закрывать больше глаза на это. Конец цитаты. Акцент окончательно сместился на восток. С востока Украины на Ближний Восток. Климатическая конференция в Париже еще раз подтвердила с глобальной повестки мировых лидеров тема конфликта в Донбассе снята. Максимум отодвинута на задний план. Моя коллега Нинашамогия о стараниях президента Украины напомнить миру, что Крым аннексирован, а на востоке страны взрывоопасная ситуация. Российского майора в обмен на Киборга. Президент Украины помиловал россиянина Владимира Старкова, приговоренного к 14 годам заключения в обмен на украинского военного Андрея Гречанова с позывным «Рахман». Кречанов, принимавший активное участие в обороне Донецкого аэропорта, был взят в плен пророссийскими сепаратистами. По словам Петра Порошенко, Киборга Рахмана освобождали всем миром. О чем верховный главнокомандующий Украины и рассказал по телефону матери солдата. Во время встречи в нормандском формате в Париже я обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Франсуа Алланду с просьбой оказать давление на российского президента Владимира Путина, чтобы освободить Андрея. За таких, как Андрей, мы боремся до последнего. У нас было 18 попыток его освободить. И сегодня светлый день, когда он вернулся домой. Опережая все упреки скептиков в том, что солдат на фельдмаршалов не меняют, Порошенко рассказал о беседе, состоявшейся вчера с премьер-министром Израиля на полях климатического саммита в Париже. Бениамин Нетанягу привел украинскому лидеру пример, когда закопрало израильской армии Иерусалиму отдал тысячу террористов. И считает, что сделал правильно. Эпический провал. Так, выступление Петра Порошенко на конференции ООН по климату расценило часть французских журналистов. Представителей СМИ раздосадовала речь главы Украины, в которой он заявил, что терроризм, с которым столкнулась Франция, это то, с чем ежедневно борется его страна в течение 21 месяца. Журналистов возмутило то, что Порошенко прибегнул к теме терактов в Париже, чтобы привлечь внимание к Украине. Впрочем, такая попытка была не единственной. Украина стала объектом гибридной войны, последствия которой тоже будут гибридными. Одно из них – риск экологической катастрофы в восточной части Украины, в Донбассе. Поддерживаемые Россией террористы затопили многие шахты в этом регионе. Их преступные действия привели к отравлению питьевой воды, почвы, флоры и фауны регионам. Донбасс стал полигоном для российских и пророссийских войск. Как следствие, земля и атмосфера сильно загрязнены от взрывов и повреждений химических и других промышленных заводов. Вопросы защиты окружающей среды в условиях конфликта больше не могут оставаться без соответствующей реакции международного сообщества. Использовать парижскую площадку для обсуждения военно-политического климата в Украине сполна у Порошенко, по мнению наблюдателей, не получилось. Официальные киевские власти провели ряд переговоров, в основном с главами стран, которые входят в нормандскую четверку по урегулированию кризиса в Донбассе, с президентом Франции и канцлером Германии. Беседы были непродолжительными и официальных заявлений сделано не было. А вот российский президент суть двусторонних переговоров со своими зарубежными коллегами по украинской тематике вложил в два предложения. Часть времени беседы была посвящена урегулированию на юго-востоке Украины. Говорили о необходимости полного исполнения со всех сторон минских соглашений. Назревающий военный конфликт в российско-турецких отношениях затмил украино-российский конфликт, длящийся вот уже второй год. Все без исключения встречи на полях саммитов Парижа были посвящены событиям в Сирии и инциденту со сбитым российским бомбардировщиком. И мало кто, даже для протокола, настаивал на продлении антироссийских санкций, если Москва не выполнит обязательства по Минску-2. Не требовали и соблюдения режима перемирия в Донбассе или чего-то подобного, что было обязательным пунктом выступления всех мировых политиков еще месяц назад. Сегодняшние реалии таковы, что Киеву, чтобы его голос был услышан, приходится укреплять связи с врагом своего врага. Нина Шамугия, РТВАй. Холодное оружие терроризма. В Израиле и на западном берегу реки Иордан произошли новые нападения с использованием ножей. Сообщается, по крайней мере, о трех инцидентах. Один из них произошел на перекрестке Гуша-Цион в Иудее-Самарии, другой в районе поселка Эйнаф, тоже на западном берегу. А третий в Иерусалиме ранены несколько человек. В ходе первого инцидента вооруженный ножом юный палестинец напал на 40-летнего израильтянина. Оказавшиеся поблизости военные застрелили террориста, 16-летнего жителя Вифлеема, ранее принимавшего участие в диверсиях против израильтян. Нападение в районе поселка Эйнаф совершила женщина. Террористка была нейтрализована. А при терракте в Иерусалиме, так же, как и в двух предыдущих, использовалось холодное оружие. Преступнику, впрочем, удалось скрыться. Окружное судо Иерусалима тем временем отправил в тюрьму 22-летнего израильтянина за поджог двуязычной еврейско-арабской школы в столице. Ицхак Габай приговорен к трём годам лишения свободы. Его сообщники, 18-летний Нахман Твито и 20-летний Шлому Габай, брат осужденного сегодня Ицхака, ранее, также получили тюремные сроки. Они были приговорены, соответственно, к двум и двум с половиной годам заключения. Поджог еврейско-арабской школы в Иерусалиме был совершен 29 ноября. В результате инцидента никто не пострадал, но одному из учебных помещений был причинен ущерб. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Оставайтесь на RTVI о развитии событий в нашем следующем выпуске. Я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова